Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Это жертва маркетинга. Смотрите, что сегодня я зацепил в магазинчике. Какие-то кранчи с разными вкусами. Причем бренд этот Вкусы Мира, мы уже с вами видели. Вяленое мясо. Было вяленое мясо и что-то как-то оно вообще не зашло. Короче, не брать, несмотря на красивую упаковку. Вот такое мое решение. Жуйте что-нибудь другое, в область себе насушите лучше. Посмотрим, как у них дела обстоят с фруктами, с фруктами, орешками и так далее. Что-то сладенькое. Упаковки шикарные, серьезно. Выглядят очень здорово. У нас, значит, какие тут вариации? Кокосовые чипсы оригинальные. Клубника, орехи, семечки. Это что-то типа готового завтрака. Дыня, орехи, семечки. Киви, орехи. И что бы вы думали, конечно, тоже семечки. И два последних. Это яблоко, орехи, семечки и манго, орехи, семечки. Их все объединяют. Орехи и семечки, кроме кокосовых чипсов. Кокосовые чипсы типа прям кокосовые чипсы. Без орехов и семечек. Давайте посмотрим упаковку, что же на ней пишут. Ну, во-первых, как всегда, куча идеологий. Это увлекательное гастрономическое путешествие, раскрывающее культуру и традиции. И бла-бла-бла. Ароматный и полезный микс подсушенных фруктов, ягод и так далее. И еще какая-то информация. Отлично подходит куда-то. Состав дыни тайская, резаная. Сахар, семена кунжута. Семена тыквы. Сливки сухие. Патока крахмальная, мальтозная. Лен, смотрите. Ароматизатор натуральной дыни, обратите внимание. И какой-то стабилизатор гумиарабик. Гумиарабик. Твердая прозрачная смола, состоящая из сока различных видов акаций. Вот что такое гумиарабик. Это рубрика ешечки была, если что. А так, в принципе, состав абсолютно натуральный везде. Самый простой состав, естественно, в чипсах кокосовых. Тут всего лишь кокос, сахар и соль. Хранится такой продукт полгода с момента упаковки. Владелец торгового знака от Трейдбери, Ростов-на-Дону. Внизу каждой пачки, мы помним уже из прошлого обзора, что они пишут страну, с которой связано содержимое. Вот здесь Таиланд, это кокосовый. Клубника у ребят ассоциируется с Грецией. Доминикана, это манго. Хотя, мне кажется, манго это больше Таиланд. Новая Зеландия, киви. И никакого упоминания никакой страны в яблоке почему-то. Ну, могли бы написать хотя бы Россия, ибо яблок у нас дофига. Я думаю, что настало время распаковать и попробовать. Вы знаете, я стесняться не буду. Я сейчас высыплю каждый из них на стол, и мы с вами увидим, что за чип. Вообще-то и высыпать-то особо не надо, потому что оно вот в таком виде. То есть, это шайбочки, которые в удобном для поедания формате. Я, честно говоря, думал, что там будет что-то типа чипсов таких вот перемолотых. А нет. Та же ли самая история в манго? Абсолютно то же самое. Там тоже такие мини-шайбочки. И кокос. Не, кокос другой формат. Там действительно кокосовые чипсы. Вот, например, шайбочка манго. Какие можно сделать выводы? Ну, во-первых, что манго там не особо-то много. То есть, видно несколько кусочков вот оранжевые, да? Но в основном это все-таки семечки, кунжут и всякое такое. Та же история с киви. Как такового киви здесь не очень много. Вот, ну, выглядит, в принципе, аппетитно. И очень действительно формат хорошо сделан в виде вот таких вот перекусочных шайбочек. Фруктовые шайбочки стоят по 99 рублей. 100 рублей за каждую пачку. Кокосовая стоит 165. Это самая дорогая штука на сегодня. В каждой коробочке по 50 грамм. Примерно 2000 за килограмм. А кокосовые вот эти чипсы аж три с хреном. Ну, давайте начнем пробовать. Начнем мы, наверное, с кокоса. Кокос такой, ну, чипсы, он ломкий. Это действительно очень хорошо высушенный кокос. Он сладенький. Он чуть-чуть соленый. То есть, ну, вот, самую малость. То есть, не как чипсы обычно, а чуть-чуть солененький. Очень приятная консистенция по жеванию, по вкусу. Ну, кокос, как кокосовая, вот эта вот, кокосовая попсовая стружка, которую там на все торты пихают. Ну, как по мне, лучше просто шоколадку Баунти купить. Примерно будет то же самое по вкусу, даже лучше. Дыня, орехи, семечки. А вот дыневый аромат, мы читали, что здесь ароматизатор натуральный. И дыневый аромат прям классный. То есть, ты на выдохе чувствуешь дыню во рту. Это действительно здорово. Консистенция приятная. То есть, вот эта вот связующая штука, которая не сахар, как в казинаках, не карамель. А вот этот вот стабилизатор гумиарабик, видимо. Вот он вот таким вот образом объединяет структуру. Яблоко, орехи. Ну, я не думаю, что меня вкус яблок чем-то удивит. Тем не менее. По сравнению с дыней вообще практически нет вкуса, кроме вкуса вот этих семечек, семян льна и так далее. То есть, вкуса яблока я не чувствую. В общем, дыня гораздо насыщеннее. Ну, вот клубника. Если я почувствую вкус клубники, я буду счастлив, потому что я люблю вкус клубники. Вот здесь в составе, на удивление, на последнем месте я вижу экстракт розмарина. То есть, должен быть какой-то хвойный привкус, но его нет. Равно как и не особо есть аромат клубники. Хотя здесь есть ароматизатор. Натуральный ароматизатор клубника. Но насыщенного вкуса я не чувствую. Видимо, добавляют мало. В дыне самый концентрированный вкус. Пока дыня выигрывает. Именно по концентрации аромата. По вкусу, в принципе, они все симпатичные. Абсолютно идентичные. То есть, и структура, и вязкость одинаковые. Ну все, давай манго. А манго довольно симпатичный по ароматизации. Где-то наравне с дыней. Плюс еще он слаще. За счет того, что манго сам по себе слаще. Мне кажется, он слаще любого фрукта в мире. Вот ощущение, что вот эта штучка, она более сладкая. Тоже прикольно. Ну и последнее у нас это киви. Новая Зеландия, да, кажется. Ну тоже прикольно. Тоже прикольно. И аромат киви чувствуется. То есть, самые вот слабенькие, мне кажется, вот эти вторые были. Яблоко и клубника. В них самый такой слабенький-слабенький аромат клубники и вкус. Вот. Ну а так как бы... В общем и целом, это казинак. Вот. Ну, вот объективно. Это казинак с разными видами семечек. Казинаки у нас разные бывают. По большому счету, все-таки все эти продукты это казинаки. Да, немножко разнообразные и любопытные, потому что здесь помимо кунжута и семечек, которым мы привыкли с вами в казинаках, здесь есть еще какие-то семечки и плюс кусочки фруктов. То есть, это такое мюсли, просто объединенное вот этой штукой никак не забыли. Гуми-арабиком. Объединенное гуми-арабиком. Она же похожа чем-то на... по структуре на мягкую карамель. Или мед. Тем не менее, складывается четкое ощущение, что это довольно полезный продукт. То есть, тут нет никаких вредных веществ, кто за этим следит. Но при этом дорогой. То есть, для меня 100 рублей отдать за пачечку в 50 граммов, которая меня, ну, по большому счету, не насытит. Вот, да, орехи и кунжут и вообще вот вся вот эта вот тема, она очень калорийная и очень энергетически эффективная. То есть, ты съешь и как бы у тебя энергия появится, ну, довольно быстро она у тебя испарится. Потому что это всего лишь 50 граммов. Калорийность на 50 граммов. 490 калорий в 100 граммах. То есть, 250 калорий в целой штуке. Но, но в целом могу сказать, что, наверное, мне понравилось. То есть, вот, вот это вот сухое мясо, честно говоря, ну, я не очень вот эти джерки вообще люблю. И мне оно, по-моему, не понравилось в прошлом обзоре, я уж не помню. Вот, ну, таких вот ощущений нет. Вот это, пожалуй, может быть, я даже бы когда-нибудь и купил, там, знаешь, там, в машине пока едешь куда-нибудь, там, сколько там, 6-7 вот этих вот шайбочек заточил. И нормально, то есть, ну, они вкусненькие. Давайте традиционные оценки выставим. Вкус, цена и натуральность у нас для этой рубрики. И в отличие от джерков, где мне вкус вообще не понравился, абсолютно продукт не понравился. Вот этот продукт «Вкусы мира» мне понравился, поэтому я за вкус поставлю 4 и даже, пожалуй, с плюсом. Потому что, потому что симпатично и вкусно. Цена 2 определенно, но они хоть немножко, но стоят своих денег. И натуральность 5. Спасибо, что посмотрели. Предлагайте обязательно в комментариях, что еще можно взять на обзор в эту рубрику. И я вам обязательно покажу. Всем пока. Дынивый самый вкусный. Причем реально такое ощущение, что аромат дыни появляется еще до того, как ты начал жевать. То есть, вот, откусил, и дыни пошла. Мне нравится. Субтитры создавал DimaTorzok